У нас будет время, когда скажет нам приветственное слово, поделится таким наставлением для молодежи начальствующий епископ нашего региона Борис Николаевич Синебабнов. Знаете, это человек, который для многих в нашем регионе стал вдохновителем. Я сам помню, когда мне еще было 17 лет, они приезжали к нам в Курск, и мы смотрели, общались к ними. И вот я говорю, Борис Николаевич, ну многие могут тут сказать в нашем регионе, вот дядь Боря там, да, например, слышишь, то есть приходить могут как к отцу. Любой, знаете, из молодежи, и всегда открыт, и всегда примут, всегда поделятся, наставят. Слава Богу. Спасибо, брат драгоценный, за такое приветствие меня. Слава Богу, молодежь. Девиз конференции. Итак, знаете, что обозначает это слово? Сделаем вывод. Обратим внимание, какой вывод здесь напрашивается. То есть оно привлекает внимание. Я надеюсь, что каждого из вас, сейчас находящихся здесь, привлекает этот девиз в ваше внимание. И что же здесь, вывод какой? Не будьте нерассудительны. Знаете, люди рассудительны и нерассудительны, чем отличаются? Рассудительные всегда делают правильный выбор. Нерассудительные, они не делают правильного вывода. И вот апостол Павел, обращаясь к церкви, к верующим, мы говорим, не будьте нерассудительными. А для того, чтобы быть рассудительным, надо познавать волю Божью. То есть сделать то, что угодно Богу. Ну, например, мы пришли к началу собраний. Еще собрание не началось, уже многие места были заняты. Знаете, это очень рассудительные люди. Они знают, что они будут служить Богу, они идут в собрание. А есть не очень рассудительные, которые время проводят немножко в суете, в праздности. И приходят на собрание, ну, немножко с опозданием. Мы поем один славный гимн, я помню еще с самого детства. И я любил его петь, потому что там есть такие слова. На небесной перекличке «Буду я!» И я громко кричал «Буду я!» Вот представьте себе, чуть-чуть опоздал туда, а мое имя уже прозвучало. Не будьте нерассудительными. Идите в собрание. Успокойте свой дух, свои мысли к началу служения. И вот это, знаете, обстановка, когда мы себя предоставляем Богу. И через слышание Слова Божьего мы, знаете, ну, даже не от нас зависящее. Действие Слова Божьего, оно зависит от Бога. И когда мы его слышим, у нас действует вера. Вот вера может быть в человеке не через его понимание, не через его мудрость, не через его образование, или даже не через его глупость. Вера всегда от слышания, от действия Слова Божьего. Вера в нас. И вы знаете, без веры Богу угодить невозможно. Так говорит Слово Божье. То есть, если у человека нет веры, он не будет знать воли Божьей. Он Богу угодить не сможет. Но как жить так, чтобы быть угодным Богу? И он говорит, познавайте. Вот первое, первое, что нужно для человека, вот в любых обстоятельствах – это иметь мир с Богом. Мир с Богом. Это дает мне право свободно приходить к Богу и доверять Ему. Если человек лишен этого мира с Богом, он его наполняет и сопровождает страх. Страх, а как на него среагирует Бог? Что о нем думает Бог? И первое, что мы должны всегда для себя – это иметь мир с Богом. Но как мы имеем мир с Богом? Апостол Павел в пятой главе Римлянам говорит, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Итак, самое главное, чтобы иметь мир с Богом, надо быть праведным. Надо быть праведным. И вот эта праведность к нам приходит она от веры. Если можно, воды. Вот эта праведность, она к нам приходит от веры. Он говорит, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом посредством Господа нашего Иисуса Христа». Вот как это иметь, оправдание через Иисуса Христа? Вот здесь очень важно, чтобы мы, во-первых, верили Слову, которое обращено к нам, к слушающим. Слово Божье, что оно говорит нам о Христе Иисусе. Я не знаю, как он оправдывает, я только верю, что он оправдывает через жертву, которая принесена на Голгофе. Я верю, что он оправдывает. Вы знаете, мой разум этого может не понимать. Я не смогу это объяснить, но моя вера в меня заставляет верить. Она говорит моему разуму, «Бог умер за тебя, и в этом твое оправдание». И я подчиняю мой разум моей вере. И я оправдываюсь. И через эту праведность я имею мир с Богом. Знаете, если у меня мир с кем-то есть, я с ним легко имею общение, правда? А с кем у меня нет мира, я стараюсь с ним не общаться. Потому что это состояние, когда у меня нет мира, оно очень гнусное, оно колкое, оно состоит из упреков и недовольства. Люди, с кем я имею мир, у меня всегда есть для них доброе слово. Знаете, слово такое, которое вдохновляет, приветствие. Поэтому вот если у нас такие человеческие отношения, то как важно, чтобы у нас были эти отношения с Богом. Я знаю, при встрече с Ним Он меня не будет упрекать. Знаете, как Он дает? Он дает всем просто и без упрека. Он дает всем просто и без упрека. Но что нужно для этого иметь? Веру. И говорит, даже немножко нельзя сомневаться. Вот Бог Он такой, что в Нем нельзя сомневаться. Даже ни грамма. Немало не сомневается. Да благословит нас Господь, слышать Слово от Бога. Я хотел бы вот немножко поделиться, еще вот призвать к рассуждению, чтобы были рассудительными. К этому призывает Иисус Христос. Я для своего слова, которое я хочу сегодня для вас оставить, обратился к 6 главе Нагорной проповеди Матфея. Вот Христос обращается к евреям или к своим ученикам, и Он учит их, как нужно давать милостыню. Вот, казалось бы, все люди знают, что такое милостыня. У них закон есть, они знают, как по закону давать милостыню. Но Христос очень подробно им говорит. Знаете, если вы хотите через это служение Богу иметь воздаяние или иметь награду, то вам надо это делать правильно. Если вы делаете неправильно, вы получите награду, но не там, а здесь. Потому что это поистине очень правильное, доброе дело, когда мы оказываем милостыню для человека, который нуждается в этой милостыне. И это хорошо. Но можно получить награду здесь, а можно там получить. А мы делаем выбор. И я говорю, не будьте нерассудительными. Сделайте так, чтобы иметь награду от Господа. Я думаю, вы так же рассуждаете. Правда? Лучше здесь получить награду или от Господа? От Господа. Дальше он учит людей, которые знают, что такое молитва, он учит их, как надо молиться. И он перечисляет определенные принципы и говорит, знаете, что при правильной молитве будет? При правильной молитве Бог тебе воздаст. При правильной молитве Бог тебе воздаст. А если неправильная молитва, то может кто-то тебе и скажет, ты правильно, ты хорошо молишься, поблагодарят тебя за твою молитву. Но вот я хотел бы, чтобы вы услышали, что Бог воздает молящимся. Поэтому будьте рассудительными. Молитесь. Учитесь молиться правильно. Молитесь во всякое время. Потому что это наши отношения с Богом. Это наши отношения с Богом. И Бог хочет воздать тебе в этих отношениях. Бог хочет тебя благословить. Желаешь ли ты Божьего воздаяния? Следующее, о чем он говорит, о посте. И вот он обучает этих людей, как правильно поститься. Я не зачитываю это. И я не останавливаюсь подробно. Потому что об этом много можно говорить, как правильно. Я верю, если у вас есть желание научиться этому, вы просто откроете, откроете Евангелие, откроете шестую главу Нагорной проповеди и просто внимательно почитаете. Скажете, Господи, я хочу научиться, чтобы быть рассудительным, чтобы не делать напрасно, не создавать видимость моего служения. Я хочу тебе служить. И он говорит, когда поститесь, когда вы это делаете правильно, вы получите. Вы получите от Господа. И это очень славно. И следующее, о чем Христос учит, вот здесь я буду читать. Сразу после поста обучения, как нужно поститься, и говорит, Бог, видящий тайны, воздаст тебе явно. Следующий, 19 стих. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Итак, Христос касается одной из самых важных тем в жизни любого человека. Каждый человек с детства, он уже учится собирать, собирать сокровища. Для кого какое. У меня сын подходит и говорит, пап, дай мне 10 рублей. Я говорю, зачем тебе? Пап, я решил собирать деньги. А зачем? А я хочу купить вот то, другое, третье. Я думаю, еще вот в таком возрасте достаточно подойти и сказать, пап, купи мне вот это. Можно мне это купить? Нет, он говорит, я хочу собрать. Вот мы так в нашей жизни примерно и живем. Кто больше, кто меньше. Кто-то говорит, я хочу Мерседес 500 или какой там, или еще что-то хочет. И он собирает. Собирает для того, чтобы воспользоваться этим. И вы знаете, вот это собирание на земле, это нормально. Так все люди живут. Это правило жизни. И вдруг Христос обращается и говорит. Слышите, что он говорит? Не собирайте себе сокровища на земле. Не собирайте себе сокровища на земле. Он говорит, здесь есть воры. Как вы думаете, воры что крадут? То, что имеет ценность. Воров очень много. Иногда удивляешься, даже у тебя в доме есть кто-то из твоих детей, который так невольно потихоньку крадет. Кто-то грешили этим в детстве, правда? Ну, у родителей что-то плохо лежит. Кто-то мало, кто-то много. Я помню, украл 50 копеек и спрятал подальше, чтобы если вспомнят, потихоньку вернуть. А если не вспомнят, потрачу. И помню эти мысли, понимаете? Вы знаете, Христос говорит опять правду. Он говорит, что вот к этому сокровищу, которое мы на земле собираем, есть еще претенденты, которые хотят на это иметь власть или воспользоваться этим. Даже те, о которых ты никогда не думаешь. Я слышал такую историю. Один человек взял подальше доллар и спрятал от жены. В подвал, в бумагу закрутил. И спустя какое-то время он пришел и увидел, что все это валяется. Крысы разгрызли. Вот, казалось бы, хорошо спрятал. Говорит, моль. Ее не видно. Ее не видно. Моль истребляет. Знаете, люди запас сделали себе пищи, а потом полезли, казалось бы, в стеклянные банки. Полезли, достали, а готовить нельзя уже из этого. Все испорчено. Ржавчина. Знаете, то, к чему люди себя не готовят, они об этом не думают. Христос говорит правду, все это знают. И Он говорит, все, что вы сделаете здесь на земле, оно подвергнется нападению. Оно украдется, и вы потеряете. Но, говорит, есть одно место, где нет воров. Вы верите, что на небе не украдет никто? Вы верите, что там столько много творения Божьего, ангелы, херувимы, церковь, святые, миллионы, миллионы людей. И там никто не украдет. Я помню, Виктор Иванович Белых, наш епископ, рассказывал, когда их в 61-м году решили эксперимент сделать, они сидели по зонам, в тюрьмах, наши братья, и их решили разных динаминаций собрать в одну зону. И, думают, они между собой все поперегрызутся, разобьются, разуверятся. И вы знаете, а все собравшись туда, православные там католики, пятидесятники, баптисты, субботники, знаете, у них было главное, они служат одному Господу. Они стали проводить собрания, молиться Господу. И, знаете, у них была доска объявления. Кто потерял ручку? Она у такого-то. Кто потерял три рубля? Попредите, вот там возьмите. Кто потерял? Вы знаете, они за голову администрация взялась. Говорит, святые могут жить свято. Знаете, вот поистине на небе, там, где будут святые, там никто не украдет. Там никто не возьмет от твоей славы. Там никто не украдет от твоей награды. И вот здесь очень важно, очень важно сохранить свое богатство. Сохранить его. И вот это слово, оно говорит, не будь нерассудительным. Подумай о своем сокровище. Подумай о нем. Где оно? Где оно? Молодежь, вы в своей жизни всегда будете сталкиваться с этим вопросом собирания сокровища. Всегда будьте рассудительными. Не оставляйте здесь ничего на земле. учитесь. Просите у Бога мудрости. Как это? Как правильно? Какой путь? Какое мое действие? Мы читаем, Христос говорит, вот если кто-то даст чашу холодной воды, вот просто чашу холодной воды даст, и уже сокровище не потеряет своей награды. Где не теряется награда? На небе. У Бога есть воздаяние. И еще очень важный принцип. Очень важный принцип Христос говорит с 25 стиха «Посему говорю вам не заботьтесь для души вашей что вам есть или что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Вы знаете, в самом деле вот странно. Очень странно. Мы видим огромные стаи птиц. разных пород птиц. Даже зимой живут. Зимуют. И я думал, какие они вообще выносливые. Знаете, что Христос сказал? Он Отец, Христос, который на небесах их питает. Он о них не забывает. Ни одна из них не забыта. И теперь посмотрите на этих пташек и на себя. Как вы думаете, вы лучше их? А? Я думаю, что лучше. Не просто лучше. Он говорит, не гораздо ли. Знаете, перевод этого слова понимания намного лучше. И если знаете, как Христос сказал? Он не сказал, Отец этих пташек питает. Знаете, что Он сказал? Отец ваш питает этих птичек, заботится. Отец ваш и вы знаете, вот здесь очень важно доверить себя Богу Его заботе, Его попечению. Вот верить так, что Он с раннего утра и до нового утра заботится о тебе. Более того, вы не знаете, что будет завтра с вами. Вы даже не знаете, в чем вы завтра будете нуждаться. А говорит, Отец ваш знает, в чем вы будете нуждаться завтра. «И у Него есть для тебя добрая даяние и дар совершенный». Братья и сестры, запомните эти слова для себя. Не будьте нерассудительными. Будьте рассудительными. знайте, где Бог, в чем Бог открывает и проявляет себя и пользуйтесь тем, что Бог дает нам. Да благословит вас Господь на этой конференции. Да благословит и умножит вашу веру, ваше упование и вашу мудрость и даст вам каждому познать радость мира с Богом. Аминь. Давайте помолимся.